После интеловской сборки на 50 тысяч рублей нам стали приходить сообщения, ребята, где на AMD? Ryzen вышли, вы не выпускаете ролики, мы ждали именно 16.00. И сейчас я сразу хочу попросить вас поставить ролик на паузу и проголосовать. Какая сборка окажется сильнее? Предыдущая на Intel, которую мы делали на 50 тысяч рублей, или же все-таки вот эта новенькая для нас на новеньком процессоре от AMD? Если вы считаете то, что Intel победит, ставьте дизлайк. Если вы считаете то, что AMD победит, ставьте лайк, все просто. Материнская плата у нас от Asus, это Asus B350 Prime+. Ждал я чего-то более простого, но тут еще и красная подсветка, вот этого вот прям я вообще не ожидал. Как-то невероятно она не отличается от своих моделей для Intel, но да, вот подсветка прям решает. Она на PCI-Express видна, линия идет от сетевого контроллера к звуковому. В общем, материнская плата выглядит более-менее пафосно, и за это огромное спасибо Asus. Процессор, как вы могли уже догадаться, у нас Ryzen 5 16.00. Это народный шестиядерный процессор, народный, потому что это самый оптимальный вариант среди Ryzen, для меня во всяком случае. Частоты его следующие, это 3,3 ГГц, разгоняется он до 3,6. Среди всей линейки Ryzen 5 советую взять 16.00X, а что так, вы спросите? Так все просто. Частоты у процессора с разблокированным множителем, такие же, как у топового представителя Ryzen F7. Думал я взять 16.00X, но не дождался, да и вы со своим сделай-сделай, грубо говоря, толкнули меня, чтобы сборка на 50K была именно на 16.00. Кулер у нас стоковый, это AMD-шный кулер, я ждал от него какой-то подсветки, но потом я начитался вот этой информацией на форумах, что на 16.00 идут стандартные кулера без подсветки. Арсен лоханулся, да. Оперативная память у нас от Kingston до HyperX Fury, она на 8 ГБ, и да, во всех обзорах я беру, во всех сборках точнее, я беру именно ее, потому что я ей больше всего доверяю. Блок питания у нас от Chieftec, он на 650 Вт, и да, я знаю, что сейчас могут начаться вот эти комментарии, типа много взял, мог бы взять что-то попроще, мог бы, но взял Chieftec на 650 Вт. У меня дома до сих пор, уже лет 5, наверное, стоит второй комп старенький, на котором до сих пор Chieftec, и он трудится в поте лица. Блин, Chieftec прям вообще молодцы. Жесткий диск у нас от Seagate, Seagate Barracuda, и в последнее время я что-то стал доверять Seagate, и дома у меня стоит Seagate, я недавно его буквально поставил, и другу собрал компьютер, у него та же история. В общем, ребят, я предлагаю пересмотреть свое мнение в плане Seagate, да, ВД крутые, это никто не отменял, но присмотритесь к этим ребятам, они делают тоже достаточно качественный продукт, и это нет, это не реклама. Я тут лоханулся, я также не взял SSD, надо было просто собрать комп на 56, на 57 тысяч, но поставить туда SSD, и это была бы вообще самая крутая сборка. Корпус у нас от GameMax, и, друзья, не ведитесь на картинку, пока вы сами не придете и не пощупаете тот или иной корпус, или не увидите его в каком-то ролике, не верьте, просто не верьте. Мы заказали, точнее, взяли этот корпус, и думали, что все так будет круто, там, впереди на картинке, на официальном сайте GameMax'ов указано, ну, показано то, что вентилятор на передней стеночке находится. Но ничего подобного мы не нашли, это тупо развод, поэтому мы лоханулись с корпусом, но мы его решили оставить, потому что у него есть красный вентилятор, который находится на задней стенке, корпус стоит всего 2300, если я не ошибаюсь, и он отлично вписывается, точнее, система отлично вписывается в этот корпус. Видеокарта у нас от MSI, да, да, мы продались MSI, ребят, все нормально, заплатили они, мы прям вообще с ними очень сильно дружим, спасибо MSI, потом еще донесете в следующий обзор. MSI RX 470 рассказывает про нее, ну, не вижу смысла, все, кто могли, уже ее облизали вдоль и поперек, поэтому смысла что-то говорить, ну, не вижу. Я выбрал версию на 8 гигабайт, и да, это круто, но не для игр Full HD, вполне хватило бы и 4 гигабайт, ну, да ладно. В общем, если вы задумались, что стоит взять для игр Full HD на 50K, то вполне вам хватит 470 на 4 гигабайта. А вообще, ребята, подождите, подождите, пока выйдет 500 серия, и потом уже можно будет как-то отталкиваться, посмотрим, какие цены будут на них. Итак, друзья, у нас в сборках появилась новая рубрика «Ударит или не ударит». Весь смысл этой рубрики будет заключаться в том, что я должен распаковать корпус, и вы должны заранее писать комментариях, ударит ли меня током или же все-таки нет. Давайте начнем. На самом деле, этот корпус, кстати, это GameMax, не знаю какой он, он самый такой вот дешевый, и самый дешевый, и самый красивый казался нам на картинке, но сейчас вы сами все увидите, типа, я пожалел, что я его взял. Он ударит, ребята. Я люблю GameMax. Нет, он не ударил меня. Если вы покупаете корпус GameMax, то вы можете на 100% быть уверен в том, что вас не ударит током. Чувак, посмотри, какой он здравый. На эти кнопки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!